Привет! Вот Эйфелевая башня это символ чего? Большинство из вас сразу же скажут символ Парижа, и большинство из вас будут абсолютно правы. Но если я переформулирую свой вопрос и задам его следующим образом. А изначально она строилась как символ чего? Тут опять-таки большинство из вас опять скажут про символ Парижа и увы будут неправы. Главной парижанкой она стала не сразу, вы прекрасно знаете какие бурень годования вызвал сам факт появления ее в столичном городе. Ну классическая история с писателем Мапасаном, который протестовал и обедал потом на верху в ресторане. Его с удивлением спрашивали, как же вы тут обедаете, ведь вы так ее ненавидите. И он говорил, ну это единственное место откуда ее не видно. Но дело не в этом, а в том, что башня эта строилась к выставке, всемирной выставке 1889 года, а та в свою очередь проводилась к столетию взятия Бастилии, то есть к столетию французской революции. Таким образом Эйфелева башня это в первую очередь символ французской революции и уж все остальное только во вторую. Там вообще была масса идей, одна другой краше, например сделать такое гигантское яблоко, которое должно было быть наполнено водой и спасать парижан во время засухи. Но самым конечно поразительным проектом был проект гигантской гильотины. Вот это уж точно был сто процентов символ французской революции и революционного террора соответственно. Кстати форму-то эту придумал не сам Эйфель, а Морис Кешлан или Кешлин или Кехлин вообще если говорить по-немецки и архитектор Эмиль Нуге. Вот они-то собственно авторы. Она вошла под именем Эйфеля, потому что именно он был двигателем этой самой идеи. А вот гимн Франции это что такое? Это марш рейнской армии, который был рожден во времена революции, который потом стал гимном всей страны. И теперь его исполняют естественно все подряд, если говорить про французов, от футболистов на стадионе до политиков при каких-то официальных собраниях. А знаете о чем там поется вот в этом припеве, который повторяется периодически? Ну и так далее. К оружию граждане, как там, постройтесь в батальоны. Пойдем, пойдем, пусть нечистая кровь пропитает наши поля. О-ля-ля, о-ля-ля, завтра грабим короля, пусть нечистая кровище пропитает нам поля. Как вам такие строчки в официальном гимне Франции? И ничего, все поют и в школах, и в телевизорах. А вот Наполеон, например, он кто? Ну если послушать некоторых, так прям благодетель современной французской нации. Только вот Лев Николаевич Толстой, проходя мимо дома инвалидов, где находится собственно могила этого Наполеона, плевался и говорил, что возвеличение злодея ужасно. Кстати, такая замечательная подробность, которую очень любят рассказывать гиды из России, конечно же, о том, что он сделал из специального материала такого, красненького. Материал этот был заказан в России. Это такой материал, которому у нас в Исаакиевском соборе там, грубо говоря, плинтусы выложены, а там целая вот могила. Представляете, какая ирония судьбы страна-победительницы выдала этот вот парфир, парфирородный, потому что же якобы был Наполеон. Однако, как он мог, Лев Николаевич? Наполеон он такой белый и пушистый. Вот господин Панасенков об этом трубит во все трубы. Но если по факту, то это такой, знаете ли, галантный Гитлер, который захаживал в разные европейские страны, включая Россию, для того, чтобы пограбить и поубивать. При этом каждый раз, подавая это все очень филигранно, как будто его вынудили к этому, как будто это акт самозащиты, прежде всего от агрессивной Англии. Ну, из песни слов не выкинешь, Англия с Францией, конечно, были очень близкие друзья на протяжении столетий. Тут уж что было, то было. Так как же Наполеон из галантного Гитлера стал таким прекрасным без пяти минут тортом? Да потому что сначала он во время своего правления очень грамотно промывал мозги своим гражданам, выпуская газеты, которые сам же контролировал. Иногда даже сам туда писал статьи. Затем, естественно, была волна его прославления после смерти. Самое главное случилось во времена Второй империи, когда к власти пришел Наполеон Третий, и ему нужен был некий базис, чтобы зацементировать свой захват власти, потому что он был сначала президентом республики, а потом стал императором. И, естественно, он своего дядюшку возвел на пьедестал, где тот, в общем-то, с тех пор и обретается. Именно при нем наполеоновский миф был зацементирован и помещен в рамочку. При этом, если вы думаете, что о Франции все прям дрочат на Наполеона, как у нас некоторые на Сталина, то нет. Вот, например, в своей книжке известный наш еще советский историк Евгений Тарли. Он Тарли, а не Тарли, потому что он не француз. В предисловии он ссылается на что? Ну, например, на главного сказителя наполеоновской сказки Адольфа Тиро, выпустивший такие многотомные просто труды. И Тарли назвал его историкам успеха. Дальше он пишет, это была первая успешная попытка... А, это не он пишет, это я пишу. Хе-хе-хе. Это была первая успешная попытка промыть мозги французской публике, что, в общем-то, и удалось. Дальше о чем пишет Тарли? Про книгу полковника Шараса о компании 1815 года. О Шарасе Маркс в 1869 году писал, что он открыл атаку на наполеоновский культ. То есть, это как раз вот был самый такой пик возвеличивания этого господина. И то, что Шарас ведет борьбу с наполеоновской легендой. Дальше французский историк Эдгар Кене, который стремился доказать, что идея Великой Империи чужда о Франции, что ее происхождение итальянское, что оно скрывается в глубине мысли всех крупных деятелей Италии. Потом пятитомная книга Пьера Ланфренна, начавшая выходить еще в 1867 году и выдержавшая 11 издание, написана в очень враждебном Наполеону Тони. Она была не только протестом против героической школы в наполеоновской историографии, но и выражением борьбы против удушающего официального культа традиции Наполеона. И это 19 век. А вот что, например, сейчас? Есть вот у меня всякие книжки, вот такие вот, есть еще одна там по Парижу. Это автор Борис Носик. Ну, такой вот краевед, страдающий старческим маразмом периодически. У него там мальчики кровавые в глазах у Сталина все время мерещатся. Его бы вот с львом колодным поженить вот этим московским тоже главным краеведом. Но какие-то факты там есть. Я много чего подчерпнула и во время подготовки экскурсии по Парижу, которую я не проводил. Так вот, что он там приводит? Он приводит слова одного тоже уже современного французского историка Роже Каротини. Ну, в сети есть его книжка про историю катаров. Там был некий диспут между Роже Каротини и еще одним французским историком. Вот что говорит этот Роже. Да, этот сын генуэзского мелкого буржуа, он и французов-то ненавидел. Во время битв при Вальми и Аргоне он уходил в оплаченный отпуск и сидел дома. Ваяччо. 32 месяца оплаченных отпусков за это время. А уж вояк это был не ахти какой. Он выиграл, конечно, какие-то сражения, но он же проиграл все свои воины до одной. Это, кстати, действительно так. Вот меня очень умиляет вот эта арка, самая главная, да, на площади звезды, где куча всевозможных побед, но хоть бы одна выигранная война там упоминалась. В Египте бросил свою армию на произвол судьбы, в Россию привел 800 тысяч солдат и вернулся с 30 тысячами. Что до знаменитого кодекса Наполеона, то там было всего 36 статей, и все это французский юрист Паттера заработал уже в 1760 году, а Кондарсе в 1793-м доложил конвенту. Это, кстати, очень полезно бы прочитать вот эти слова французского историка, как раз-таки господину Панасенкову. Чудовище он и ледоед. Такое кровопролитие устроит Франции. Миллион убитыми, деревня разорена, экономика разрушена, средний рост призывников французов упал на 2 сантиметра. Всех крупных французов перебили под его командованием. А с 1815 по 1854 год на 40 лет Франция была вообще исключена по его вине из семьи наций. В общем, я вам скажу, дорогой профессор, это он обращается к своему оппоненту, защитнику как раз Наполеона, что этот незаконный сын по весе к корлу и по тоскушке Летиции был тиран и оголтелый агрессор, угнетавший свою страну. И для Франции его правление явилось поистине национальным бедствием. Это говорит французский историк. Ну и, собственно, как же французы с этим живут? Они как там, не знаю, посыпают свою голову пеплом, там ходят у всех, там просят прощения, вот со всеми этими, знаете, сгильотинированными священниками, с этим революционным террором, репрессиями, с Наполеоном, который не без пяти минут тиран, а точнее даже не без пяти минут, а по факту он так им и есть. Нет, вообще нет. Вот стоит памятник Дантону, например, а через речечку стоит памятник Генриху IV, а еще через речечку стоит памятник Людовику XIII, а чуть подалее стоит памятник Людовику XIV, который государство это я. Ничего, стоят они, но, естественно, памятники всем королям посносили во время революции, но потом их восстановили. Более того, если мы пройдем от площади Виктории, где стоит статуя Людовикова XIV, буквально чуть-чуть, мы выйдем на Вандумскую площадь, где стоит Вандумская колонна, а наверху, о-ля-ля, Наполеон, тот самый первый. Причем во время Парижской коммуны, я вот рассказывал в предыдущем видео, где у меня выложена вторая часть экскурсии по Парижу, как ее во время Парижской коммуны по указу Густава Курбе художника снесли чертовой бабушке. Потом этого художника заставили на свои деньги эту колонну восстанавливать, и она сейчас там стоит, и Наполеон там на самом верху красуется. То есть французы поженили революцией монархи, то есть вот у них была Великая революция, а до этого была Великая монархия. И Людовик XVI почему-то не возведен в ранг святых, и Мария Антуанетта тоже не канонизирована странным образом. Да, вы можете мне возразить, что это дела давно минувших дней, потому что их революция случилась гораздо раньше, чем наша. Но может быть мы возьмем на вооружение этот концепт, потому что вот, например, наша монархия, была ли она Великая? Да без вообще вопросов. Петруша Первый, тот еще тиран, кстати. Катенька Великая пиарщица Вторая, я имею в виду. Алексашечка Третий всех за яички держал. Все его, все ненавидели, все, и никто ничего не мог сделать с этим. И даже французы, французы, которых мы побили в 12-м, а потом они нас, ну, почти побили во время Крымской войны, французы пошли с нами, вы можете себе представить, на Союз. Это в эпоху-то Александра Третьего. Была ли наша революция Великой? Да опять-таки не вопрос. Пока там все анонировали от временного правительства с Черновым, это замечательная его вообще фраза. Точнее, не его, когда в Таврическом дворце его Матрон взял за шкирятник, сказал, бери власть, сукин сын, пока дают. Нет, не взял. А Ленин взял. Взял, и, ну, там все вокруг думали, ну, сейчас неделька другая, и большевики сгинут, знаете. Не сгинули, 70 лет, как минимум. Социальные лифты немцам жопу надрали, всеобщая грамотность. Так чего бы это не признать? Вот была Российская империя, вот это в ней было хорошо, это в ней было плохо. Вот был Советский Союз, это в нем было хорошо, это в нем было плохо. Вот все, что плохо и там, и там, мы признаем и кладем под сукно. А все, что было хорошо, мы, опять-таки, тоже признаем и начинаем это как-то женить и педалировать в средствах массовой информации. Но нет, как бараны просто, еще полное непонимание вот там на верху, что происходит. Ну, вот взять, например, эту пресловутую доску Маннергейма, которую этот мудак Мединский повесил. Вот я сейчас нахожусь прямо-таки сейчас в Сестрорезке. Я выхожу, сажусь на велосипед, проезжаю 10 минут, и вот она, линия, где стояли финны, которые держали мой родной город в блокаде, в котором должны были сдохнуть от голода моя бабушка и мой дед. Финны в этом принимали не меньше участия, чем немцы. Это не про историю, это не про концепт, это про мою семью, понимаете? Про мою семью. Да, конечно, Маннергейм он был прекрасным царским офицером, флаг ему в руки. Ну и что теперь? Я должен как бы вот с этим смириться, что человек, который стоял вот над этими финнами, державшими эту оборону, он теперь возвеличивается в моей родной стране. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что вот там совершенно не чувствует народный нерв. Вот не понимает того, что иногда нужно подходить не рационально, не как бы объективно, а с позиции Голливуда. Вот в Голливуде там что? Американская армия самая лучшая в мире. Все, идите в жопу. Вот как бы с этих позиций они подходят, и поэтому, собственно, они так и пиарят себя по всем фронтам, и удачно, надо сказать. Так что может хватить всех этих рефлексий, комплексов и так далее? Не знаете, как себя вести в данной ситуации? Ну, вспомните гимн Франции, спойте его замечательный припевчик. Пусть нечистая кровь пропитает наши поля. Все, никакой рефлексии, живем и ничем больше знать не хотим. Прекрасный подход. Рекомендую всем. В эти выходные экскурсии будут наоборот. В субботу в Петербурге, в 17.00 реки Раки, пройдем по Лиговскому проспекту, расскажу про неизвестную Некрасово, снесенную греческую церковь, и про некие махинации царских чиновников, и много всего другого. А в воскресенье, соответственно, будет в 14.00. Мы пройдем по Большой Дмитровке, там от усопшего Сталина до благородных девиц. А в 17.00 мы погуляем по Страстному бульвару. Там тоже масса всего интересного. От памятника Пушкину до журнала «Огонек», типографии Каткова и так далее. Возможно, дойдем по Петровскому до Турбной площади, поэтому экскурсия называется «Из рая в ад». Все ссылки есть вот здесь, в описании под этим выпуском. На этом все. Оставляйте комментарии. Увидимся. Пока.